МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Я пришел сюда за своей половинкой. Я надеюсь, что она здесь. И помогут мне в этом мои друзья. Андрей, 28 лет. Супруга постоянно устраивала ему сцены ревности и убегала из дома. Устал от постоянных стрессов и принял решение о разводе. Андрей предприниматель в сфере оптовой торговли. Гордится тем, что достойно переживает свои взлеты и падения. Мечтает купить дом в Одессе. Предупреждает, что часто едет в командировки. Андрей никогда не станет заигрывать с официанткой, не обратит внимания на девушку с нарощенными волосами и не женится на женщине с ребенком. Возьмет в жены бойкую девушку с опытом семейной жизни, спортивной фигурой и целью в жизни. Здравствуйте. Андрей, рада снова видеть вас у нас на программе. Взаимно. Ну как, Катюш, твой вкус? Ну вкус мой, конечно. Улыбка красивая. Я как в прошлый раз поверила в вашу, так сказать, верность вашей жене и неоправданную ее ревность, так и сейчас продолжаю верить. Но чтобы и наши зрители в этом не сомневались, давайте к вашу историю напомним. Давайте. По любви женились? Женились по любви, да. Сколько лет было? Мне было 25, ей было 18. До этого сколько с ней встречались? Встречались 2 года. Очень обаятельный, спокойный, да, сразу видно, такой парень размеренный. На протяжении всего этого времени было и хорошее, и плохое. Вспомнить массы есть вообще воспоминаний. Но плохого было не так много, раз женились-то. Было и то, и другое. То есть вы 16-летний дел. Ну хорошо, а до чего докапывалась-то она? Докапывалась на самом деле просто до моего окружения, да, и докапывалась. Она не знала моих знакомых, да. Она не... Их просто... Познакомили бы? Ну вот когда я их знакомил, все это и происходило. Что она говорила? Много девчонок было в этой жизни? Она не говорила, она просто начала проявлять свои эмоции, начинала проявлять свои эмоции. Она может быть по своей неопытности, по своей... Ну так ей всего было 16 лет. Какой опыт-то? Ну поэтому я так и говорю, что у нее не было опыта, и поэтому она, когда видела все происходящее, она начинала проявлять свои эмоции. А что происходящего? Вот она заходит к вам, а вы бутылочку играете. Мы бутылочку не играли никогда. Я, говорит, уже этим пятым классом этой группой не занималась. А вы тут продолжаете. Что ей не нравилось? Вот, допустим, если даже мой хороший друг находился со своей женой, она в его жене видела свою соперницу. И вот с этого и начиналось. И я пытался ей все время доказать, объяснить, что на самом деле все это не так. Что это только мысли ее. Мне кажется, что он такой хитрый очень, самовлюбленный. Мне кажется, он осознает свою привлекательность, конечно. Но как ее не осознавать? По невороженным глазам видно. Как ее не осознавать? Самая главная история – это апогей нашего всего. Мы поехали отмечать день рождения моего друга, где она мне заявила, что она поедет к подружке, проведет время, а я могу здесь отдыхать, развлекаться, проводить время с своими друзьями. Дома я оказался поздно, да, очень поздно. Мысли рано. Это было утром. Ну, рано. А почему она с вами-то не пошла на день рождения? Не знаю. Она мне прямым текстом заявила, что она хочет поехать к подружке. Ну, интересно, среди взрослых. Вы приехали в 6 утра. Мне кажется, что она слишком зазвездилась, да, и то окружение, в котором мы находились, она посчитала, что ей там будет неинтересно, она уехала. А она зазвездилась. С кем она стала? Она стала женой. А, вы считаете, что это звездный стал? Нет, я считаю, что она... Звание Юра Советского Союза. У нее всегда было хорошо всегда. Обаятельный. Обаятельный очень. А, так, Татьяна. Может, ты пойдешь? Нет, нет. Я все за тебя переживаю. На следующий день, когда мы проснулись, она ушла на работу, пришла с работы, начался скандал, да, на который она меня заставляла, чтобы я извинился перед ней за что-то. За что, честно говоря, я не понимаю, да, потому что никаких предпосылок для того, чтобы я как-то ее затронул, ее самолюбие, да, обидела ее, не было. Я перед ней не извинился, она ушла. На следующий день, когда я пришел с работы, я увидел, что полочки подчищены в гардеробе, да, каких-то определенных вещей нет. Я не позвонил, не спросил ничего. В итоге проходит неделя, через неделю мы созваниваемся, и по итогу разговора я понимаю, что она отдыхает в Турции. Мой мальчик, мой мальчик, расстроился. Розочка-то когда была? Розочка была на 8 марта, за год до этого. Да, это какой-то... И она всегда вас не могла докричаться? Не то, что не могла. Походу, она уже начала заставлять меня что-то проявить в этом плане, но я не вижу в этом смысла никакого. На выходной двери, на полу Роза. На полу Роза. Выкнись с вопросом. С вопросом, с эмоциями, что это такое. На что я получаю совершенно безумно, как сказать, простой вид девушки, которая ничего не понимает, что происходит, да, она говорит, я не знаю. Я все понял, также сохранил свои эмоции при себе. А что вы поняли-то? Просто это ее игра. Вот что я понял. А, то есть опять ей не удалось вызвать Васильевну? Я думаю, что да. Ей не удалось. Колитесь, колитесь. Мне не в чем колоться. Я любил эту девушку полностью. А чего тогда изнувался? Честно, повод давал не более. Не более. Все заканчивалось просто и заполнил. Что позволено Юпитеру? Да. Конечно, молодой парень еще совсем не нагулялся. Екатерина, подруга, с какой стороны? С той стороны Андрея. Тогда еще понятнее все. Нет, на самом деле мы очень с Андреем дружим. Нет, нет, нет. Мы очень давно с Андреем дружим. И между нами, кроме дружбы, никогда ничего не было. Кристина просто относилась к числу таких девушек, которые ревновали, на самом деле, вот знаете, как ревнуют к столбу. Просто без повода. Вот у тебя есть друг? Такой, чтобы ты прямо с собой сейчас взяла. И у него не должно быть. У нас Андрей, ну, молодой человек симпатичный, да, не робкого десятка. Понятное дело, что... Просто я считаю, что если молодой человек жениться, то у Катики подружки должны куда-то в сторону уже отойти. Да нет, нет, нет. Мы начнем с того, что я сама тогда была в отношениях. И что? Нет, Лариса, я считаю так же. Я согласен с вами, что... Я такого не придерживаюсь. ...должны подружки в сторону, но все равно бывают моменты, когда мы встречаемся с друзьями, отмечаем дни рождения, еще что-то. Ну, при этом, знаете, какие страсти... Друзья должны вежливо улыбаться, принимать девушку. Да поймите, они только вежливо улыбались. Она так любила вас. Нет, вы так думаете, что она была... Такой была... Ну, ладно, там... Он виноват, что молодую вообще ничего взял. Ну, с этим я согласен, что я просто сам по себе... Вы знаете, в Грузии принято... Вот 40 раз будешь в день встречаться, 40 раз целуются. Мальчики и девочки. И все у них подруги. Мальчики и девочки? Да, и все подруги, понимаешь? И когда я приехала в Тбилиси, на моего мужа бывшего, вешались все грозят. И все... Ну, я не буду говорить по-грузински. Мой дорогой, да, мое счастье, мой хороший, мое сердце. Да, и прямо я стою рядом с маленьким ребеночком, с маленьким Георгием. Мне это было не просто больно, мне было противно. Но я думала, вот сейчас я ударю ее сзади, меня посадят. Понимаешь? Это было такое... И я говорю, а кто эти? Почему они все время на тебе виснут? Говорят, это подруги. Я говорю, а как они смеют? Им не стыдно? Вот я стою, твоя официальная жена, у нас с тобой ребенок. Они в мою сторону даже не смотрят. Я понимаю их ходы, им хотелось мне сделать больно. А он понимал это? А он говорит, у нас так... А что здесь такое? Это моя подруга, мы вместе выросли. Сначала она подруга. Да, в отношении Андрея не было. А потом? Потом они перестали вешать, правда. Да, в отношении Андрея не было такого. Я вот сколько его знаю... Не, ну если вот была Катерина и с таким мрачным лицом сидела и смотрела на нее на 18 лет. Нет, 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 нет. Хотела исправить, он же ее психологу ватает. Это мое обычное выражение лица, на самом деле, я на всех так смотрю. Да, на самом деле не было никакого повода. Психолог помог, я помню. Помог. Да, на какое-то время, пока ходила. По-моему, на какое-то время, да. Но у нее, в принципе, очень сильная своя точка зрения на многие вещи, да. И вот она приняла свою точку зрения, что в принципе она все понимает. Дело не в точке зрения, дело в ощущении. Если человеку было дискомфортно в ваших тусовках, в ваших гулянках, как она не убеждала себя, что ей не изменяют, что вы, верно, все равно она видела, и косые взгляды друзей, и она себя просто неловко чувствовала, категорически. А мне еще кажется, вот, не знаю, девчонки, вот как вам с вашим опытом? А мне кажется, Андрею даже нравилось, что она так бесится. И может быть, вы ее не провоцировали, но во всяком случае вы ее не успокаивали. А говорили, это твои проблемы. Нет, 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 как это мне может нравиться, если все это выливалось на меня в итоге? Может быть, правда, кстати, может, она ему эти эмоции давала. Кто-то любит такой формат отношений, вот эти скандалы вечные. Ну, это тогда для меня. Я девушка такая взвалмошная. Горячая штучка. Мои родители, да, живут, мы жили в разных точках города, так скажем, да, и мне нужно было поехать к моим родителям по делам, да, и мы поехали вместе с ней. Ну, вот, и так получилось, что времени, в принципе, хватало, и у меня мои друзья там гуляли, так скажем, да, то есть проводили вместе время. Я с ними созвонился и хотел с ними встретиться. На что она мне закатила дикую истерику в машине, да, при словах, что я не одетый, я не выгляжу для встречи с твоими друзьями. Вы знаете, это действительно повод. Нет, правда, может быть, она поехала к вашим родителям там полы им помыть в трениках, а вы тут с друзьями. Да какие полы в трениках, да, она нормально абсолютно выглядела. Это для вас не важно, для мужчин, а мы же знаем, когда мы в форме, когда нет. Нам хочется всегда производить впечатление, тем более, если она видела косые взгляды ваших друзей, а в 18 и 23 большая разница в возрасте, она очень ощутима. Давайте об этом лучше поговорим, что просто тупо разница в возрасте. И человек просто был к этому не готов. Я это принимаю, я с этим согласен. Ребенка она хотела от вас? Хотела. А вы? А я нет. Прям так и говорили, что у тебя не все дома, поэтому... Нет, я не говорил этого. А что? Ничего. Нет, ну как? Рецепция, вот и все. Ну, с другой стороны, о чем говорите, если на самом деле человеку было... Девушке было 18 лет, да? А, мне 25. Сегодня за кем пришли? Кого бы хотелось в идеале? В идеале, никаких идеалов нет, просто если что-то загорится, что-то почувствую, то все будет хорошо. Вы опять теперь будете, как этот, плыть по течению, да? Екатерина, Денис, как вам кажется, кто может осчастливить вашего друга? Я думаю, Андрей сможет, ну, осчастливить женщину, которая на порядок его даже не умнее, а мудрее. Ой, с таким только танцевать. Ну и как? Это что нужно делать, чтобы эмоции у вас были? Что в вас вызовет, бить вас, посуду бить, что делать? Что вызовет эмоцию? Вызовет эмоцию? Я не могу так сказать, что у меня вызовет эмоцию. Нет, у кого-то внешность, у кого-то ее динамика, зажигательность. Например, не понравился, если он танцевал, а сошел с ума. Нет, все хорошо в меру. Нет, кому-то нравятся, например, необыкновенные рассказчицы. Нет, Андрея... У нас была такая подруга, никакая внешне. Открывала рот, все, просто все красавицы замолкали, театроведка. Некрасивая, глаз косит. Ума палата. Открывала рот, преображалась. Вот просто невозможно было. Обаяние море. Умница, оторваться невозможно. Вышла замуж за первого красавства института. А вас чем можно взять? Вы про это пытаетесь? Красотой. Красотой, да? Меня все брали в внешность, а потом уже интеллект. Тогда понятно все. На внешность ведется. Все-таки внешность. Не, ну он сам... Все они любят, знаете. Андрюш, вы, конечно, красавчик, вам всего 28 лет, вы еще в жизни многим попьете кровушки. Женщина еще от вас поплачет, пострадает, но и, думаю, получит свою долю удовольствия и радости. Главное найти ту самую женщину мудрую, которая будет закрывать глаза на ваших подружек, друзей, потому что вы еще будете гулять, вам будет это нравиться. Она должна найти что-то такое, что ее будет от вас отвлекать, что-то очень важное. И она будет говорить, ну да, и Андрею уже не интересно со мной вот плести из бисера фенечки, а мне не интересно с его друзьями. Она должна... Знать грань. Нет, она должна найти для себя какое-то поле деятельности, да, чтобы вас не заполнять собой. А по деньгам-то у вас чего? Все нормально. А что нормально-то? Все нормально. В смысле, там, бизнес преуспевает? Машина есть? Машина в бизнес-классе или что? Почти. Я сейчас сама влюблюсь. Так, да, ты что? Я шучу. Василиса, так хитро улыбаешься. Да я еще в прошлый раз пыталась вас сбросить со счетов жениховских. Потому что вы человек сконцентрированный на одном, упертый, не побоюсь этого слова, не просто упрямый. И вы всегда будете в свою дуду. Вы не гибкий, вы не умеете подстраиваться, не хотите. Нужна женщина, которая сама будет это делать за вас. При этом должна еще быть яркой, вызывающей даже яркой, что вместе никогда не совмещается. То есть вы в голове своей сейчас держите идеал, которого нет. Именно поэтому его найти в программе просто невозможно. Она не может быть одновременно и красивой, настолько, чтобы прилечь ваше внимание, и достаточно мудрой, чтобы уйти в тень и как-то соответствовать. А если 47 уже к этому? А такая ему не нужна, потому что он любит женщину элитарную в каком-то смысле слова, чтобы ее оценили друзья, окружающие. Женщина 47 лет не вызовет такого одобрения со стороны окружающих, поэтому ее не рассматривают. То есть ему нужна присмыкающаяся красотка? Ну, конечно. Безропотная. Была бы та 16-летняя, чуть-чуть бы он бы, конечно, держался за ней. Меня смущает следующее. Андрей, мужчина должен чем-то платить за это. Не про деньги речь, конечно, а своим душевным теплом. Вы не нежный, не умеющий создавать комфорт. Вот если вы этому научитесь к 30 годам, а в общем возраст уже пришел, я считаю, что вы как мужчина, как муж, как любовник состоитесь. Не иначе. После рекламы у нашего жениха состоится первое свидание. Не пропустите. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы смотрите «Давай пожениться» на студии «Андрей». Встречайте первую невесту. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, Андрей. У вас такие красивые губы. Точнее, имя. У меня очень приятно. Екатерина. Привет. Спасибо, проходите. Там, мне кажется, как сильная девушка такая. Самым красивым ведущим. Цветы. АПЛОДИСМЕНТЫ Получите вручить. Самые красивые. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Сойти с ума. Какая красота. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. С кем вы? Я со своими подружками Оксана и Мария. Очень приятно. Давай класска смотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Екатерина. 24 года. Менеджер по продажам строительного крепежа. Гордится своим оптимизмом. Мечтает перевезти маму в Москву и научиться петь. Предупреждает, что привыкла спать одна. Екатерина слишком увлеклась курортными романами с иностранцами. И пока билась в страстях, упустила достойного кавалера. Надеется, что Андрей не сочтет ее слишком легкомысленной. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А молодец, Кать. А вот по-честному. Не то, что Андрей тут ходил кругами. По-честному. Про ревность. Так и не могла из него всю правду вытащить. По-честному. С ума схожу. Вижу длина многих красавцев. С черными глазами, с черными бровями. Все, с ума сошла, полетела. Ну, в общем, с головой не дружу иногда, но пытаюсь себя переделать. Вам 24 года. Сколько еще не будете дружить? Ну, надеюсь, вот этот год последний, скажем так, уже завязался со своей бывшей отношения, со своей романой. То, что нужно с опытом. Смотрите, с опытом детей нет. Уже облизывается и ерзает. Ага, хорошая знания. Сама облизывалась, сидела, честно скажу вам. Обалденный. Красавец. А не черный. Греческий профиль, я смотрю, Аполлона. А не черный. Не черный. Ну, знаете, я смотрю на нос, на губы, на рост, кость у него такая красивая. Все. Первый раз у нас вообще в программе вы первая так откровенно говорите о том, что вам мужчины физически нравились. Ну, не первые были. Аполлона, ты только не говори ему сразу, что он так тебе очень сильно понравился, потому что, ты знаешь, это будет ему еще дополнительный бонус в копилку. Он и так осознается привлекательный. Ну, тогда паре-тройки романов с иностранцами. С иностранцами. Один был в Сербии, в Сербии. Познакомилась в Черногории, отдыхала, увидела, с ума сошла, страсть забурлила у меня. Гуляли, курортный роман, как всегда, кафе туда-сюда, он в белой рубашке, весь такой высокий. Все, ходили на скотинку, говорит, через месяц приезжай ко мне. А роман закончился вот просто с даты отъезда, да? С даты отъезда. Или за свои денежки там продлила? Нет, я ничего не продлевала, я улетела в Москву, сижу неделю-две, смс с ней. Я не надеялась ни на что, честно, потому что я со скептизмом отношусь к курортным романам. Но тут смс приходит, дорогая, жить без тебя не могу, умру, хочу, умираю, люблю. Думаю, ага. Вспомнила, блин, он такой классный. А что бы не слетать-то? Взяла билет, ближайшие выходные, стартанула. А вот что, на свои деньги еще полетели? Еще слава богу, что там не было приписки после этого СМС. Вышли деньги, целую Милку. Да, слава тебе, господи. А ты говоришь, что свои деньги, конечно, свои. Сама прилетела, денег дала, сама улетела. Смотрю, вот стали фотографии появляться с грудастыми сербками красивыми, длиноногими. Так, думаю, непорядок, что это такое? Написала раз, он говорит, подружка. Я говорю, ну ты мне лапшу-то в уши, точнее на уши не вешай. Написала раз, написала два, он говорит, подружка, подружка. А фотки добавляются все, грудь, а я комплекса сразу, ну у меня же таких нет. В общем, так. И я говорю, ну давай, Милок, мы с тобой как-то... Я вот хотела к нему лететь, наверное, да, опять-таки, но сдала билет и не полетела. Все. Вот, и на мое счастье попала я в Италию. Попала я в Италию и со скуки зашла я в программу, определила, кто... Такая программа определяет, кто в радиусе километра от тебя. Смотри, какой-то... Белиссимо рогатца, давая мне по ушам ездить в виде... С мамкой познакомилась сразу, с итальянской. Да, я к нему прилетела, с мамкой познакомил, кольцо подарил. Кстати, кольцо поломалось, это был знак, наверное. Потому что оно было, наверное, поделкой китайской. Нет, ну не знаю, ну знаете, я вот смотрела в Москве, здесь... А как оно у меня не поломалось? Смотрите, я чемодан беру в аэропорту от него улетать, и оно у меня трескается просто на две части. Опа! Да, но бриллиантик-то не выпал? Нет, бриллиантик, слава богу, не выпал, подчинили, все нормально. Ну, наверное... Бриллиантик был. Бриллиантик был, да. Но это не было предложением руки. Нет, конечно, какое предложение, о чем вы? Он так у меня полгода, мозги и, собственно, ладно, он у меня муражил полгода, наверное. С мамой познакомила, а что дальше? В общем, рассталась с ним. У него какая-то влюбленность, может быть, там не любовь такая, знаешь, а как бы влюбленность возникает периодически там. Много историй, много мужчин. А я у тебя тут, это, прочитала в анкете, Катюш, ты любишь делать мужчинам кукушечку. Это как, прости, а? Это вообще на первом канале можно показывать? Ну, я не уверена, конечно, вот. Да можно. Ну, как я с первым со своими познакомилась, я подошла к нему в парке и сзади чуть-чуть так его за попку схватила. Это кукушечка. Это кукушечка, да, вот. И как-то понеслось, так мне нравится мужчинам за попку хватать. Ну, сейчас я с собой борюсь в этом плане. А гитара, знаете, что такое? Нет. Это точно нельзя на первом канале, пожалуйста. Я буду делать, пожалуйста. Страшно представить, что было со вторым. А мне страшно, что было на курортах девочки. Да, это если на первое знакомство так, что оно на втором свидании вытворяет. Честно, я откровенно, абсолютно, ну, вот есть такой грех с моей стороны. Ну, я работаю над собой, ну, руки тянутся, тянутся, я не могу. Скажите, пожалуйста, Катюш, это просто вот так гормон, который вас убивает, или эти кратковременные связи создают иллюзию влюбленности, иллюзию отношений? Иллюзию влюбленности, да, вот это, я просто, я тону в этом ощущении, неважно для меня, сколько это продлится, я с ума схожу просто. Главное, чтобы он был эстетичен внешне, красив. Алена, для тебя же все равно важна физическая красота мужчины. Это такая совокупная какая-то составляющая для меня. Потому что один красивый мужчина без каких-то других составляющих, он не будет для меня красивым. Он бы очень красиво посмотрелся в твоей гостиной, мне кажется. Ну, как Диан выбираем. Так, ну, давайте к Андрюшке, что все про меня-то? Давайте-ка, Андрюшке, а вы пообщайтесь. Ну, Андрюшка, Андрюшка, ты из породы, я знаю из какой, собственно, извини, что говорю порода, но ты породиста невозможная. Но фамилия такая, знаешь, есть итальянская Кобелину. Вот, по твоему взгляду все сразу было ясно. Екатерина, да, потрясающая подруга. Ну, вы знаете, вот я патологически, не патологически, но я очень ревнива. Вот, и, в общем-то, не знаю, вот приковала бы вас, наверное, кровать, и никуда бы не отпускала. Вы как к ревнивым девушкам, в общем-то? Так у него была одна такая? Так вот, ну, 16 лет я все... Я 16 лет, я все списываю, что там это юношеский максимализм, ЕГС давать там надо. Ну, мужики, а какая разница-то? Ну, у нее по-юношески ревность, а у вас уже такая зрелая ревность. Результат-то один и тот же. Зачем ему это нужно? Да нет, на самом деле я к ревности отношусь нормально, я сам ревнивый человек. Бить не будете, короче. Не, бить не буду, но хотелось бы для начала поговорить. Ну, за кукушку по рукам-то. Поговорить на эту тему, да. А тему чего, ревности? Не, обоснованную ревность хотелось бы понять. А, не обоснованную? Обоснованную хотелось бы понять. А, обоснованную. Потому что, ну, тут, в принципе, оснований не нужно, нужно видеть вас и понимать все. А вы повода для ревности не даете, девушке, своей? Слушай, он родился красивым, как бы. А он не может быть поводом. А он не может к вашим подружкам обратиться. У вас есть молодые люди? Да, я замуж. А как ведет Катя себя в компании, когда вы рядом со своими любимыми? Кукушки я не замечала. Она очень тактичная подруга. Она знает, когда надо отойти в сторону. Мы все такие. Своих не трогаем. Мы не мешаем. Мы только помогаем. Не, мне хотелось бы узнать, вообще серьезные отношения были когда-нибудь. А вы не ревнуете своих мужчин, Катя? Нет. Доверие должно быть. Главное, доверие, наверное. Ну, вообще, женщинам доверять нельзя. Это не маниакально, это преследование. А когда он приколен к кровати, то... То неважно уже. Кать, есть ощущение, что нагулялась? Честно? Да. Не очень есть ощущение. Ну, у нас ведь называется программа «Давай поженимся», а не «Я найду себе новую жертву для кукушки». Ну, когда я увидела Андрея, я поняла, что я нагулялась, и все, никаких им не нужно. То есть мужчина, с которым можно гулять долго? Да. Мужчина, с которым можно гулять долго. Тогда я могу... Вам же сюрпризу? Да. Мне кажется, у него вообще какие-то манеры, то есть ее какая-то... А мне кажется, она вот такая, Андрюхин друг будет. Вот такая прям... Да, дворовый парень. Андрюха, Катюха. Давайте называть ее Николай. В этот южный неласковый вечер, когда снежная мгла сквозь дорог, ты накинь, дорогая, на плечи Оренбургской пуховой платок. Нет, не делай этого. Нет, пожалуйста, нет. Нет, видите, на глаза. Так она смотрит мама. Нет. Его мама. Его мама. Его мама. Его мама. Его мама. Его мама. Его работают с т sc нашей antigой, а зафеевым такие зафеевым Девочки Девушка, но мне почему-то кажется, что Не то пальто. Почему? Для Андрея Ну, в его вкусе Она в вашей компании появится, Катя Ну, мне с ней жить, начнем с того Я одобрю любое выбор Просто вам вообще не жить, если Катя появится В жизни Да Соперница очень достойная Дело не в этом просто Ну, мне кажется, что в его вкусе Немножко другие девушки, но это лично мое мнение Что, прямолинейность? Нет, мне кажется, наверное, даже больше внешне Андрею нравятся другие девушки Да что ты, моя дорогая, я бы не сомневалась В этом, она мне сразу не понравилась Да, конечно, ревнует его И сама, скорее всего, имеет на него Какие-то планы Хорошая девушка, но мне кажется Вот для Андрея Там, это, повстречаться Там, может быть, дружба У них какая-то возникнет Ну, да, провести время приятно, но не более Того, потому что я не увидел То, за что Андрей может зацепиться Я думаю, процентов 90 наносного Конечно, у нее Потому что не встречала Потому что молодая Потому что действительно играет гармон Мне кажется, она вот так перебесится Станет хорошей матерью При хорошем мужчине И хорошей женой Спасибо, моя дорогая, люблю Проси любую девушку У обочей не бывает Потому что, знаете, будьте тогда Предельно аккуратны К вашим мыслям и пожеланиям Хорошая девушка Она вот без внутренней такой Смешная просто Без грязи какой-то внутри Мне кажется, пойдете Пойдете Моя девочка Обожаю, обожаю Я считаю, что Катя супергероиня Уже хотя бы потому Что она большому количеству людей Вот сидящих по ту сторону экрана Показала, как обычно Ведут себя напористо Мужчины, завоевывающие женщин То есть она заняла Абсолютно мужскую позицию В своем выборе мужчин Причем, заметьте Она не предлагала себя мужчинам Она выбирает То есть она говорит Так, ты мне нравишься Ты красивая У тебя это прекрасно Держи кукушку Давай поженимся Теперь вашим мобильным Наберите 0736 Роза и Василиса Дадут вам совет В любое время Вторая невеста Готовится к рандеву С нашим женихом А пока реклама Оставайтесь Если вы хотите выйти замуж С помощью свекрови И сыграть свадьбу Принимайте участие В новом проекте Первого канала Заполняйте анкету На сайте 1tv.ru И становитесь Участником Захватывающего реалити-шоу Если ваш сын одинок И вы считаете Что можете ему помочь С выбором будущей жены Принимайте участие В кастинге Нового реалити-шоу И заполняйте анкету На сайте 1tv.ru В эфире Давай поженимся У нас тут Андрей Встречайте Вторую невесту Привет Меня зовут Катя Отлично выглядишь Надеюсь наше знакомство Найдет свое продолжение Привет Спасибо Проходите 380 комплиментов Каждая девушка Которая с ним знакомится Делает акцент Очень здорово выглядишь Ты симпатичный Хороший Стильный Хорош с собой Какая вы красивая А кто у пансиональности? Ну у меня мама русская Папа башкир С кем вы пришли? Это мои друзья Это мой одногруппник По институту Бывший Александр И Татьяна Давайте на вас посмотрим Узнаем вас получше Екатерина 26 лет Врач-гигиенист В стоматологической клинике Гордится своей мамой Мечтает открыть Дом детского творчества Признается Что не любит готовить Предупреждает Что не позволит Мужу убираться в квартире Два года ждала Предложение Руки и сердца От возлюбленного Но когда он Наконец вызвал ее На откровенный разговор Поняла Что ее ожидания Были напрасны Надеется Что Андрей Не потратит Ее время в пустую Катенька А вы просто так молча Ждали предложение От возлюбленного Руки и сердца Или как-то ему намекали Что уже пора бы Ну я такой человек Как бы Я не навязчивая Как бы И не люблю навязывать Своё мнение Может быть Я ждала как-то Активности От мужчины Ну какая могла быть Активность Вы убежденная Христианка Да Он мусульманин На вопрос Можете ли вы Принять ислам Вы сказали нет Нет Но вы же понимали Что Я надеялась А кто он был Какой мусульманин Татарин Или там Кто по национальности Серп Интересно У меня свои голубые глаза Или это линзы Просто такой контраст Что она такая Раскосые глаза У нее такие черные Густые волосы Наверное линзы Конечно И на рейбосы Ну была любовь И вы Все таки думали Что любовь победит Да Вот эти Разногласия религиозные Он настолько меня любит Что Ну как бы Пойдет на компромисс А какой компромисс Ну Примет христианство Не не примет христианство Как бы Он пусть остается Мусульманином Я христианка А дети В какой вере будут Ну это как муж скажет То есть вы в принципе Думали что компромисс Это то что он женится на вас Не заставляя вас Поменять веру Да И вот однажды Вы пошли с ним в ресторан Да Был Новый год Он сделал мне сюрприз Как бы Новый год Мы отмечали в ресторане Я такая О да ты что Ну типа классно И Ну думала что все Как бы В ресторане Он мне предложит замуж А зачем приложение Делать Новый год Тогда получается что Один В один день Два праздника Ну это романтично А он человек Не пьющий Как бы ну Такой мусульманин Правильный И я ему все говорю Давай ну Коньячку выпей Ну чтоб Расслабился немножко То есть его можно было уговорить Не такую же значит Он и принципиальный мусульманин Ну он рабел просто И она ему подливала Подливала Да Вот уже Да подливались Пошли танцевать Да Вы все ждете А я все жду И жду И потом я уже сама Ему как бы говорю Ну наверное Ты мне хочешь Что-то сказать Да Так Да Он такой Ну нет Нет Ну что сказать Ну с Новым годом Тебя Делал вид Что он ничего не понимает А потом Через два дня Буквально Все-таки я поехала К маме Как бы на Рождество И он мне говорит Мне надо с тобой Очень серьезно поговорить Еще раз Еще раз Вы думаете Опять коньяк готовить И он говорит Что как бы Я уезжаю Ну на родину Я говорю А когда вернешься Он говорит Ну не знаю Через месяц Может быть больше Как бы это еще неизвестно Типа Я женюсь Меня там сосватана невеста Как бы она меня ждет Вот прямо так в лоб Прямо так в лоб Сознание не потеряла Не не потеряла Я просто была в шоке И целый год я отходила Как бы Ну у меня были Очень сильные чувства к нему И вот он уехал с концами Ни ответа ни привета Да Да А потом я начала Ну как бы Когда теряешь человека Да Как бы начинаешь Какие-то может быть Переоценка ценностей Я начала ему звонить Писать Типа Уже были согласны На то Чтобы не женился Лишь бы был Да Чтобы рядом Сказали что Прямоуслам Да Ну как бы я сказала Что я на все согласна Как бы лишь бы ты был рядом со мной А ему зачем Он уже с вами нажился Чего он нового увидел В браке До свидания Мы с вами уже пожили Мы теперь нахуй Ты просто маночке Женю не рассказывал Что у него есть Не есть Пользовался И все Вы на что-то еще надеетесь Я нет Абсолютно Как бы Я так перегорела Хорошо Чем перебивали Вот это чувство Была еще наверное история Да У меня еще Как бы ну Серьезные отношения были Мы учились вместе В институте Это был мой друг Ну как бы мы дружили Очень хорошо Как бы Это был мой друг Да И Ну как бы Потом На Новый год Был корпоратив Ну да И когда вы уже Завтракали вместе То Поняли что уже И не друг Нет Целовались где-то Наверное Да На личной Где-нибудь площадке Да Ну понятно Как вы догадались Да вот А кто этого не делал Боже мой А потом еще пьяный Рыдал на груди Рассказывал Небудь Представил Страшный А он пожалел Ну да Пожалел Он очень добрый Жалелкой Пожалел Долго жалел Ну где-то полтора года Мы были вместе Ух ты И что На тот момент Он был женатый Они очень жалостливые Кстати женатые Гораздо жалостливые Чем они женатые Они главное Потом и жену свою Не перестают жалеть Потому что Рассказывают Что она больная Лежит в больнице Без него она сгинет Умрет Потому что беспомощная Поэтому Если девочки Хотите жалости Ищите женатых Ну девочки Женатыми девочки С помоленными Мне кажется Мне кажется Она все прекрасно понимала Знаете Просто не хотела верить Да это волчонок Ловичной шкуре Знаешь Хотели чтобы он ушел из семьи Честно да Как бы такая Женская собственность Ну не собственность А Правильно Женская собственность Что только поэтому Хотел чтобы он ушел Ну потому что Это мое уже стало А если мое То должно быть рядышком Нет дорогая моя Ее это когда Штамп в паспорте Вот это ее Он не ушел Из семьи Он ушел от семьи Он как бы оставил Квартиру Машину Дочку Все оставил А потом вы стали замечать Что он к рюмочке неравнодушен Да Ну каждый наверное Выпивает как бы по праздникам Да Ну просто я Потом стала замечать Что когда он выпивает Агрессивный Очень агрессивный становится Неадекватный А он выпивал и бесился Потому что чувствовал себя Виноватым перед прошлой семьей Не влезайте девчонки Если не ваши Ограничьтесь вот этими Нетрезвыми поцелуями На корпоративах Ну когда вот мы С ним общались Как друзья Он все время жаловался На свою жену Боже мой Ну а как вы хотите Кто из них не жалует Это же классический жанр Конечно Ну о чем вы То есть так же как женщины Жалуются на мужей От отношений с Андреем Чего ждете Ну сейчас как бы Я готова к серьезным отношениям Детей хотите Да я хочу Ну семью детей Хочу замуж Спасибо А я хочу сюрприз Окей Притягивайтесь пожалуйста Я ваш лечащий врач Стоматолог Доктор Екатерина Здрасте Так сейчас мы проведем Профилактический осмотр Что делать? Улыбнитесь пожалуйста пошире О боже Какая у вас Шикарная Голливудская улыбка Да Зачем вообще Ко мне пришли Так Для поддержания Такой красивой И здоровой улыбки У меня Для тебя есть Небольшой презентик Зубная щетка Зубная паста Чистит два раза в день Утром и вечером И Витаминки Для Укрепления Зубов Пожалуйста Спасибо Девочки это не презент Это гуманитарная помощь Реально Гуманитарная помощь Отлично Спасибо большое Проходите в свою комнату А вы Возвращайтесь к нам Класс О боже Мне понравилась девочка Но на мой взгляд Немножко неуверенная в себе Потому что она просто стесняется Первый раз в телевидении Мне очень тоже понравилась Екатерина Да Я считаю что если вот Андрей Подключит Да То есть Свою какую-то Инициативу Да То у них может что-то Сложиться А вам как Андрей Я считаю хорошая девочка Достойная Роза Ну восточная Как говорится Кровь Присутствует А я за свои всегда Мы хорошие Восточные жены Это что рекомендую Конечно Ты им понравилась Думаешь Да это тоже Я не могу У меня так сердце Начало клотиться Когда я его Села напротив Ровно то что вам нужно На мой взгляд В ней не было неуверенности Она довольно быстро Отвечала на вопросы Не тушевалась Разговор шел И о тонких Моментах Тоже каких-то В общем были бы поводы Для неуверенности Но она себя держала Вполне достойно Может быть не хватило Чуть больше напора И активности Вот если бы Эту активность Открыл После первой Екатерины Это хорошо даже Представляешь Если бы это была Такая же напористая Но просто Андрей Любит женщин огненного Типа И нужно было Чуть больше внешнего посыл Но Екатерина Тоже огненная женщина Она лев Поэтому в общем Может что-то получиться Вот так вот Я тоже так думаю Я уверена Что у вас Хороший союз будет И он огонь И я огонь Совсем скоро Жениху предстоит Третье свидание После рекламы Смотрена продолжится Оставайтесь с нами Вы смотрите Давай поженимся И я предлагаю Андрею встретиться С третьей невестой Проходите Привет Андрей Меня зовут Алена Я очень рада С тобой познакомиться Привет Ну а она модель Ну видно по ним Модель Он походка Там от бедра Все как надо Здравствуйте Уважаемые ведущие Здравствуйте Алена С кем вы? Это мои подруги Екатерина и Дарья Очень приятно Сегодня день Екатерины Какой-то пройдет Давайте на вас посмотрим Узнаем вас лучше Алена 26 лет Модель Учится на визажиста Мечтает открыть Свою косметическую линию И купить родителям Дом на море Гордится тем Что объездила полмира Ради возлюбленного Алена нашла в себе силы Расстаться с гражданским мужем Но ради покорения столицы Была вынуждена пожертвовать И этими отношениями Надеется, что с Андреем Она приобретет ощущение стабильности Уверена, что вам нужно Ощущение стабильности А не свободы Знаете, Лариса Наверное, когда я была Чуть помладше Мне нужна была свобода А сейчас я ищу стабильности И для меня сейчас стабильность Это самое главное Мне кажется, что Андрюшке То, что доктор прописал Да, кстати Да, этот вариант Прямо вот так Потому что там у них будет такое Что непонятно, кто кого будет ревновать Что вас не устроило в первых гражданских отношениях Длительных, с любовью? У нас были прекрасные отношения Они начинались так очень ярко, интересно Но потом уже со временем Я поняла, что человек пытается меня переделать Он запрещал мне некоторые вещи Он не хотел, чтобы я была яркой Я люблю ярко одеваться Ну, так как я увлекаюсь визажом Я могу ярко накрасться Ну, конечно, это в таком очень... Конечно, молодая Да, я подумала, что Если не сейчас, то когда? Вот Ну, он как-то меня пытался сдерживать Как-то ограничивать Запрещал мне обтягивающие какие-то вещи Послушайте, жизнь до 18 лет с родителями Нельзя краситься Ногти не красть Волосы не красть А тут еще появляется какой-то парень Который тоже говорит Все нельзя Ну, что это за жизнь? Конечно Конечно, изначально я к нему прислушивалась Я следовала его всем советам и рекомендациям Но потом поняла Старше у вас был? Он был на меня 4 года старше, да Вот Но я поняла, что он намного эмоциональнее Он сильнее меня был И я не могла ему противостоять Но я понимала, что мне некомфортно в этих отношениях становится И любовь, соответственно, как-то она... И вы влюбились... Я не могу сказать, что это была такая большая чистая любовь Ну вы от него ушли не в никуда, а вы ушли к другому мужчине Да Нет, ну если мужчина просит чуть-чуть убавить яркость... Ну как такую красоту можно в мешок запаковать, представляешь? Ален, ну ведь бывший боролся за вас, хотел вас вернуть Он пытался долгое время меня вернуть, но когда уже понял, что я с тем человеком... И сколько вы были вот с тем, к кому ушли? Ну по роду своей деятельности я работаю моделью, работала моделью, работала за границей Ну он нормально к этому относился И мы, прожив практически сразу, когда я закончила с теми отношениями, он предложил мне переезжать к нему Я прожила с ним 2 месяца и уехала в Гонконг на полгода работать моделью И, соответственно, он ко мне приезжал, он жил со мной месяц у меня на квартире Потом я приехала, вернулась... И поняли, что вам уже в Новосибирске тесновато, пора в Москву Я поняла, что мне уже из модели я выросла, я уже хочу стоять по другую сторону камеры И так как, ну, в любом случае связать свою жизнь со съемками И я, вернувшись в Новосибирск, опять мы начали с ним жить вместе Я поняла, что Новосибирск для меня слишком тесный Вы предложили ему ехать в Москву, а он что? Он сказал, что не очень любит Москву, что он не хочет ничего особо в жизни менять Для меня важно, чтобы у мужчины были цели в жизни, чтобы... Вот скажите, Аленочка, я вас слушаю, я вас прекрасно понимаю То, что вы целеустремлены, это замечательно Я одного не могу понять Ну а как же страсти, как же любовь, когда уезжали из семьи Понимаю, что больше никогда не увидят своих родителей ради любви Как можно вот так жить от ума молодой девчонке? Нет, сейчас для меня отношения важнее всего Но я поправилась и сказала, что второго молодого человека У меня не было такой чисто искренней к нему любви У меня была какая-то к нему симпатия, у меня была влюбленность У меня была к нему какая-то страсть, но не больше, наверное И когда я вижу, что человек, у меня все равно возраст, уже мне 26 лет И я хочу, чтобы мне парень уже мог что-то предложить Какие-то давал мне гарантии А гарантии? Сразу гарантии? Ну не сразу гарантии, но хотя бы какие-то... То есть вы не видели его, себя рядом с ним, с женой, да? Я хотела бы, как человек, по-человечески он мне очень нравился Хорошо, сколько вы уже в Москве? Я в Москве два месяца уже И точно решили для себя, что вам нужен муж? Да Достойная конкурентка Тем более с таким декольте У вас карьера уже как-то достигла своего апогея? А вы имеете в виду модельную карьеру, да? Ну вообще Если мы говорим о целях каких-то Ну сейчас я завершила свою часть какой-то деятельности профессиональной И сейчас я хочу уже идти на другой маленький уровень Но остаться в той же среде для меня, потому что это... Вы учились на... Какая вы умница, что вам 26 лет И вы уже понимаете, что вы взрослая Понимаете, что о вас никто не позаботится, поэтому нужно все успеть Это здорово Только не пропустите вот этого самого момента, когда придется выйти замуж, ну потому что уже пора Все-таки хотелось бы, чтобы вы вышли замуж по любви По любви, конечно Спасибо, Лариса Да, сюрприз покажите Сейчас я тебе сделаю ухаживающую маску для лица Из чего? Это будет сюрприз для тебя Так, Андрей, ты, пожалуйста, расслабься и доверься моим рукам Для начала нам надо очистить кожу Делаем уход У Андрея восхитительный парфюм Очень приятно пахнет Андрюш, кто вообще теперь звездой будет? Вообще прикинь теперь, да Маска состоит из абсолютно натуральных ингредиентов Поэтому все под нашим Давай, кефир маленечко Чтобы сезон сохранял свою молодость и красоту Все, Андрей, давай я тебя освобожу Киви уменьшает круги под глазами Клубника Я сейчас тебя протру, не волнуйся Клубника Ну, у тебя еще нет Но чтобы они не появились, мы это все предотвратим И ты будешь всегда молодым и красивым Спасибо, молодец Спасибо Проходите, девочки Я очень волновалась, если честно Екатерина и Денис Мне понравилась девушка Умница, красавица, целеустремленная Алена, потрясающая девушка Мне очень тоже она понравилась Но Есть одно но Мне кажется, что Им тяжело будет Она какая-то очень чувственная Почему? Мне кажется, Андрей, не сможете ей дать Вот этой вот какой-то нежности Совсем мужлан, что ли? А мне кажется, наоборот, уже такой возраст Когда наоборот хочется вот этой приземленности, спокойности Если нет, значит он дурак Значит будет подбирать брошенное, понимаете? Будет жить с теми, кто ему будет делать кукушку Согласна Прекратите сейчас Все она Достойнейшая Алена, мне кажется, что вам понравилось А вы для нее будете как стартовый этот Фотомодели насмотрелась Сама в жюри этих конкурсов красоты Знаю Будет искать хорошего, успешного и обеспеченного Так что не раскатывайте Не похоже совсем Женщина, которая в таком возрасте и так выглядит Говорит, что мне пора уходить И я хочу стоять по другую сторону А это, говорит, умная, умная Надо же правильно Она наверняка посмотрела все наши программы Не будет метаться Если не будете оскорблять Будете к ней относиться с уважением Она не будет из постели в постель прыгать И искать лучше, богаче, не будет Нет, она если прыгнет, то один раз и метка Не будет Когда читаешь ее историю без подробностей Кажется, что это какая-то легкомысленная особа Одного-второго променяла И только человек в живом разговоре Аргументируя, раскрывается и показывает Почему она Она смогла объяснить Почему она одного поменяла на второго И ушла от второго в конечном итоге И это все было достойно Она не выбрала себе безумную профессию Вроде дизайнер интерьеров Которых много и они не востребованы Она говорит, я пойду к косметологам Да, это каждый день нужно В этой же среде Это здорово Да, в этой же среде Почему нет, она знает ее И легче будет продвинуться Все, каждый шаг ее очень осмыслен Но с точки зрения натальной карты Это не совсем ваша девушка Все-таки При всех ее отличительных И чудесных особенностях Екатерина и Денис Я надеюсь, вы определились Мы вместе советуем вторую девушку Спасибо, Андрей Есть впечатления? Для себя что-то решили? Впечатления есть Выбор сделан Роза? Ну, конечно, Катюшу Тут Катюшу, вторую Я имею в виду врача То, что ваш Кирка То, что восточная Возраст уже, как говорится, надо пристраивать И то, что врач Мне врачи всегда нравились Ты же хорошая девушка, рекомендую Ну, он мне очень понравился Ты вычисли Да, выйду Нет, а я, конечно же, за Алену Абсолютно мне не страшно И то, что я в самом начале программы сказала Ей будет чем заняться Вместо того, чтобы выслеживать вас Считать ваши смски И ломать себе голову Где вы там с друзьями И что вы делаете Вы потом рядом с вами с ней Нормализуетесь И организуетесь Пропадет желание Загуливать Потому что она наидостойнейшая И вы очень органично смотритесь Конечно, за Алену Ален, он такой тебе понравился? Да, девочка, очень понравился А если зайдет, выйдешь? Выйду Окончательный бесповоротно С точки зрения астрологии У вас наибольшие шансы На успех со второй Екатерины Это шансы, правда, достаточно весомые Слушайте себя Вы точно знаете, к кому пойдете Мы вас в любом случае поддержим Выражайте симпатию нашим будущим героям Отправляйте смс с их номером По телефону 4151 Марина, 26 лет Номер 2786 Менеджер по продажам в крупном холдинге Увлекается йогой Посещает бассейн Любит читать классическую литературу Ищет сильного и делового мужчину С чувством юмора Анна, 24 года Номер 2787 Риэлтор в агентстве недвижимости Любит ездить на природу И играть со своими собаками Видит рядом с собой Трудолюбивого мужчину Уверенного в своих силах Мы не знаем, выйдет Андрей один Или с избранницей Я приглашаю всех выходить И давайте его поддержим Привет Привет еще раз Очень приятно На самом деле, что ты пришла сюда Взаимно Будем пробовать Будем У нас есть пара Андрей и Екатерина Если вы тоже хотите обрести свое счастье Заполняйте анкету на сайте Первого канала Если вам понравился Кто-то из участников сегодняшней программы И вы хотите с ним познакомиться Отправляйте смс имени героя На номер 4151 Я Лариса Гузеева Желаю, чтобы любимый человек Обязательно сказал вам Давай, поженимся До меня дошли слухи Что вы в прошлый раз Были оклеветаны Если бы я изначально знала Что понимала Что передо мной будет вот это Я бы никогда не пришла Я так-то не гулящий человек Поэтому... СМЕХ 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 У меня вообще с чувством юмора В какой-то стране плохо Заявляю это всем Ну, 90% населения этой страны Это поняли Мне всегда жалко слабых А ваша подруга слаба Это нужно осознавать Вы все время перебиваете И бычите Понимаете? То есть вы бычите элегантно Я просто хочу раз и навсегда Я тоже хотел раз и навсегда Но вот получалось все время так Солнце тоже выцарится на закате дня Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»